всем здравствуйте с вами на связи елена я приветствую вас на своем канале а сегодня у нас будет часть номер два рассказов нашей души о нас самих у нас с вами будет три позиции и я сделаю акцент в этом раскладе больше на наши сценарии на ту историю которую мы прокручиваем в нашей голове зажгу благовония сегодня мое благовония называется палу санта прекраснейший запах вот такой вот палочки кому интересно так видно что он там видно название видно вот именно напоминает французские духи одно время вот в моем детстве мама пользовалась маленькими пирамидками если кто-то помнит были духи вот такие вот как маленькие пирамидки французские вот они вот такой запах и имеют успокаивающие да очень хорошо помогает асматиком вот я люблю благовоние вообще это олицетворение дан для меня знака стихии воздуха когда используешь в ритуалах так три позиции вы выбираете камешек выбирайте позицию значит 1 голубенький вторая позиция красненький и третья позиция зелененький на 1 2 3 голубой красный зеленый пока вы выбираете я сделаю небольшую подводку почему я выбрала именно такой такое название вот касательно того какую историю чаще всего вы рассказываете самому себе дело в том что нашу опять-таки возвращаюсь к нашему к нашему мозгу его работе мы создаем каждый для того чтобы понять себя мы создаем некую такую историю историю себя восприятие себя как правило то что мы думаем о себе ту историю которая мы создали в которой безусловно все качества наш в нас идеальные но мы допускаем небольшое отклонение что да возможно я вот такая вот вся позитивная прекрасная но при этом я допускаю что есть например вам не какая-то доля лени да то есть какой-то негатив присутствует мы себя даем в этом отчет но такой минимальный то есть на самом деле очень такие теневые аспекты глубокие которые у нас есть они нам неприемлемы именно по этой причине когда нам кто-то говорит о том что вот ты вот такой человек и начинает нам показывать какой-то негатив нам сложно это принять это вы можете замечать в раскладах когда выбираете какую-то позицию и вы но у вас идет отторжение да не принятие это не про меня вот это вот как раз таки и есть показатель того что у вас в голове есть определенная модель у вас есть определенный образ себя историю который вы сами себе рассказываете это что вы слышите на данный момент это не соответствует той истории которые вы о себе придумали и поясняю тот момент опять-таки я не навязываю никому свою точку зрения да почему потому что а я вам рассказываю свои истории то свои убеждения дата во что верю я то что сформировала меня как личность до влияние окружения книги знаний и так далее и так далее у вас может быть своя история где-то в чем-то схожая поэтому вы притянулись может быть своя я не для кого не являюсь кумиром я например отрица именно поэтому я всегда говорю что я не учитель но я делюсь скажем теми знаниями той информации да которая лично мне она созвучна она дает моему уму какие-то логически до выстраивать какие-то логические причинно-следственные связи это я вам к чему к тому что я всегда говорю о том чтобы вы опирались на свои какие-то суждения именно на свою историю которая есть у вас и как можно меньше подавались влиянию хотя влияние одно есть она будет она не исключено так устроен наш мозг и вот недавно я вспомнила о таком эксперименте который увидела на ютюбе не я не помню этот ролик вот о работе нашего мозга и эксперименте в котором говорилось что наше ошибочное суждение каждого из нас когда мы говорим о том что у меня есть выбор и я выбираю я не мозг не а я то что больше чем наш мозг и нам в эту историю очень хорошо хочется верить и когда в одном из комментариев я написала о том что знаете когда отвечаю я смотрю на вашу реакцию то есть если я говорю какую-то информацию от человек сопротивляется то есть ему эта информация не заходит потому что он не готов потому что у него свои убеждения и кучу причин я а просто соглашаюсь и ухожу в сторонку то есть я никогда не настаиваю у меня не стоит задача переубедить вас я не хочу быть правой мне это не интересно у меня есть свое мировоззрение я знаю на чем она основана и я принимаю то что и у вас она есть и в дискуссии с одним из вас был тот момент что вот я выбрала один вариант и он вообще не про меня но никак не не откликается а вот другие варианты откликается вот это как раз таки о том вот я вам сейчас для чего вот эту всю подводку даю чтобы вы понимали что у нас есть история который мы себе сами постоянно рассказываем в голове прокручиваем о том как мы сами себя воспринимаем но наше восприятие себя она искаженные изначально и вот этот эксперимент показывал о том что нам кажется что у нас есть выбор что это мы решаем и принимаем иногда мы с такими умными физиономии рассуждаем что-то считаем высчитываем плюсы и минусы приходим к чему-то нам кажется что это так на самом деле экспериментально было доказано о том что у нас мозг за 10 секунд до того как мы поймем что мы сделали выбор то есть когда мы говорим вот я выбираю вот эту позицию и нам кажется что это я сделал выбор на самом деле наш мозг за за 10 секунд представляется 10 секунд до того как мы это все озвучим как нам кажется создана уже сделал этот выбор то есть по факту это не вы выбираете а это Это ваш мозг уже выбрал за вас на основе тех исходников, которые у него есть. То есть он уже все просчитал, он уже выбрал. В тот момент, когда происходят вот эти вот, знаете, раздражители информации, в данном случае позиции, в нашем мозге начинают активироваться разные части. И вот та часть, которая, не та, которая будет более активной, а та, которая имеет какое-то некое преимущество, да. То есть если у нас есть две одинаковые активизированные, прошу прощения, части мозга, да, которые подают импульсы, они равноценны, то всегда одна больше активничает. И вот она и выигрывает, условно говоря. И на основе этого, это я так утрированно, очень наглядно вам показываю, как происходит выбор. Вот за 10 секунд, то есть мозг выбран, и только через 10 секунд мы понимаем, что вот нам надо выбрать это, и нам кажется, что это мы. На самом деле это выбрал наш мозг. Вот, на основе, опять-таки, каких-то своих определенных программ и на основе своего, ну, процесса того, как он устроен, да, создается выбор. Поэтому, исходя из этого, то есть если не затрагивать духовную точку зрения, да, то есть я же на своем канале стараюсь соединить вот духовное и научное, условно говоря, да, то есть логику и дух. Получается так, что по факту этого выбора нету, то есть это не вы делаете выбор. И поэтому вот это вот выражение, я случайно это выбрал. Я, исходя вот из этих экспериментов и этих суждений работы нашего мозга, я не верю в случайности. Это если опираться на науку. Если опираться на духовность, опять-таки, то, что я изучаю древосферот, вот каббалистическое, вот это вот оккультное, мистическое понятие, да, то есть каббалу невозможно изучать, если ты не еврей, так как ты не знаешь еврей, ты много-много всего и не соответствуешь 613 заповедям, то есть не как у нас в христианстве 10, там у них 613, вот, то каббалу изучать вот именно в понятии религии нереально. Но в понятии акультики, да, как мистики некой такой, да, именно в понимании того, как устроен мир, а мне она очень созвучна, она даёт мне объяснение. И там есть очень много сочетаний, подтверждений, которые я нахожу в психологии, да, в науке и в акультике. Вот там тоже, кстати, говорится о том, что нету ничего случайного, что на самом деле, когда вы выбираете вот так вот, знаете, ну, науа, да, как кажется, как будто бы интуитивно. Вот первое попавшееся, да, то есть по сути, каббала говорит о том, что ты передаёшь право выбора творцу, и он решает. Поэтому что так, да, что творец, что мозг, неважно, как его назовёшь, суть заключается в том, что мы, по сути, не выбираем. Ну, то есть мы, я подразумеваю, некую такую вот создательную, да, личность. На самом деле мозг нас имеет, вот, он решает. Именно поэтому, как говорится, опять-таки в духовных направлениях, что мы до разумности, до сапиенсы ещё не доросли. Почему? Потому что нами управляет мозг, мы основываемся на инстинктах. Вот, и пока мы не научились ими управлять, пока мы, к сожалению, вот то, что те пояснения, которые говорят о том, что мы биороботы, да, это подтверждение, это неприятно, но это так, да. Хорошо. Это вот такая вот подводка в контексте того, чтобы я люблю давать понимание. А вот для меня важно, да, как, не помню, кто-то уже написал в комментариях, что мне важно понимать головой, да, и особенно если вот такие вот чувства, состояния, как любовь и так далее, и так далее, мне важно дать объяснение причинно-следственным связям. И вот пока я их не пойму в голове, мне сложно как-то взаимодействовать. И это нормально, потому что, опять-таки, в древосферот каждый человек выбирает свой путь. Либо он выбирает путь логики разума, да, и идёт от Малькут к Йод, да, то есть это путь ума. Либо он выбирает путь эмоций, да, опять-таки от Малькута Земли к Венере, к Свереницах. То есть каждый выбирает свой путь к свету. Неважно, он будет логично объясняться, либо он будет идти интуитивно. Факт заключается в том, что человек выбирает свой путь. Вот, сегодня вот такое захотелось, скорее всего, просто потому что готовлю, это даже не курс, а некие лекции, пояснения древосферот не с точки зрения Таро, а с точки зрения того, как устроено наше мироздание. И я очень часто читаю в ваших комментариях о том, что мне неприятно принимать какие-то негативные свои аспекты, мне неприятно там, ну, либо я принимаю свою тень. На самом деле вы ее не принимаете. Тень, она является частью творения. Она есть. Вот наш ум просто разделяет на темное и светлое. И когда я начинала изучать древосферот, то есть древосферот, это вот эта часть, я очень люблю, когда кто ко мне приходит на Таро обучаться, поскольку у меня вот здесь вот набито вот это вот древосферот, когда у меня нету слайдов, я на себе покажу, вот здесь вот эта вот сфера, вот здесь вот эта сфера. Есть аналогичное древо клепот. То есть это теневой аспект. И, как правило, мы мало знаем о наших теневых аспектах. В принципе, то, что делают психоаналитики. Они показывают наши теневые стороны. И здесь не то, что вы не можете принять, а вы не понимаете, что это и как работает. И когда мы говорим, я изучаю духовный мир, но при этом я изучаю и работаю только со светлыми какими-то аспектами и не работаю с тёмными, с демонами, вы глубоко заблуждаетесь. Заблуждаетесь вы только потому, что вы не знаете, что именно является метафорой, образом демона, либо архидемона. То есть что это за тень? И вот древосферот, древо жизни, которая говорит об ангельской структуре, архангельской структуре, создании, мироздании. Есть аналогия, теневая сторона. Это тёмное проявление. То есть если в свете мы говорим о том, что человек сотворяет, к нему приходит воодушевление, то тёмная эта сторона, это тогда, когда вот эти идеи вы не воплощаете. Подумал и ничего не сделал. Пришла идея, и я её не воплотил. Я этот свет держу в себе. Вот это вот тень. За это отвечает определённый демон. Скажите мне, вы садилаете такое? Конечно. Я сама такая. Много идей приходит, я их не реализую. Вот это теневой аспект. За это отвечает у нас демон. Просто вот это вот наше, знаете, в кавычках, а может быть и напрямую, невежество, когда мы не понимаем, что есть что, мы от этого абстрагируемся. Мы держим это на расстоянии. Это не моё. То есть ко мне придут демоны. Мне кажется, у нас демонов больше, чем ангелов внутри нас. И опять-таки вот это вот понимание ангельской системы, когда мы видим человека с крыльями, даже Библия Ветхий Завет рисует ангелов и архангелов намного страшнее, чем... Ну, то есть нигде нет такого прописано, что это человек с крыльями. На самом деле ангелы изображаются абсолютно иначе. И в этом есть описание. Ну, вот кто изучал Ветхий Завет, либо книгу Эноха видели, да, либо это видение из Экиила, как раз в Десятом Аркане, в Колесе Фортуны нарисован, да, когда пришёл Архангел, Архангел, у которого было, по-моему, 72 пары крыльев, и он был тетраморфос, то есть у него было 4 морфи, 4 лица, 4 лика. Один был львовиный, другой был быка, другой орла, и только четвёртый был человеческий, да. И вот это вот, вот это вот Архангел, это не совсем человек с крыльями в прекрасном таком видении. И вот это вот много чего описывается в Кабале и вот в очень многие даже христианских книгах, то есть там идёт некое такое пересечение. Но сейчас не об этом, я просто хотела вам показать о том, что, ну, во-первых, с одной стороны, на что опираюсь я, когда я даю вам свои комментарии, когда я вам даю обратную связь, то есть откуда у меня, что является источником моих знаний. Это один момент. И второй момент, именно прояснение, пояснение. То есть мне недостаточно просто дать вам информацию, потому что много раз повторяюсь о том, что мой канал не столь про сделать вам расклад. Я не гадаю, я вот этому я очень сопротивляюсь. Я не гадаю. Я делаю расклад на анализ вариантов той ситуации, которая бывает. А второй комбинацией может быть 1252. То есть один из этих сценариев, из этих комбинаций я могу рассказать. А их множество, кроме того, что это общий расклад. Поэтому мы опираемся больше не на ум, не на то, что слышим, а на состояние. Они тоже искажённые, да? Они тоже вырабатываются под средством наших гормонов. То есть в зависимости от того, в каком мы настроении находимся, то мы и слышим. Что-то позитивное, либо негативное, множество другое. Но ум, он всё-таки даёт больше искажений, да? И вот то, что говорят мужчины, любят говорить о том, что вот женщины что-то додумывают. На самом деле это не так. Это общая такая тенденция, да? Додумывание. То есть мы славливаем через рецепторы очень малую часть информации, а остальное всё дорисовываем. Вот. Вот такой вот ликбиз на 20 минут. Боже. Ну ладно. Просто мне очень хотелось вам про это сказать, когда я вижу некие такие комментарии, и мне хочется показать не то, что вот вы заблуждаетесь. Нет. Это было бы отрицанием того единства, да? Мне хочется показать вам то, что самостоятельно вы бы это не увидели. Почему? Потому что те рамки, которые есть у вас, они не позволили бы вам посмотреть на этот мир. И моя задача показать вам то, на что бы вы никогда не обратили внимание. Не переубедить вас, не доказать вам, а дать возможность, шанс задуматься, либо поразмышлять, как я люблю описать. Поразмышляйте на эту тему, да? И вы посмотрите, какие у вас родятся идеи. Ни в коем случае никого не переубедите, не доказать, что я права, а вы нет. Нет. Ни в коем случае. Просто показать один из вариантов. Если он вам будет приемлем, окей. Если не приемлем, значит просто не приемлем. Это и не хорошо, и не плохо. Я не делю на мир двойственный, хоть он таковым и является в нашей голове. Не в реальности, а только в нашей голове. Так, много времени вам было. Я надеюсь, вы успели выбрать свою позицию. Немножко закрою вот так вот дверь. Запах прекрасный. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек. Так, вот сюда видно, видно. Какую историю чаще всего вы рассказываете самому себе. Здесь может быть разные убеждения, сценарий мы посмотрим. То есть, какую историю вы прокручиваете в голове о жизни, о себе. Как правило, когда мы думаем, это тоже был эксперимент и показан, и доказан о том, что все наши мысли, они крутятся вокруг взаимодействия с другими людьми. Это является основой. То есть, все, что бы вы ни думали, все, о чем бы вы ни думали, это взаимодействие, наше взаимоотношение с другими людьми. Какую историю вы чаще всего рассказываете себе? Чаще всего вы по первому варианту рассказываете свою историю о том, как вам страшно сделать какой-то выбор. Чаще всего вы прокручиваете истории, связанные с тем, что, а как я поступил? А правильно ли я сделал это тогда? А что было бы, если бы я вот так сделал? Тут начинается, раскручивается цепочка, да, и всплываются какие-то волнения, переживания, некая тревожность. А вдруг это, вот это вот классическое, такое часто вспывающееся слово в вашей голове о том, что, а если бы, да, а вдруг это, и мне страшно, и нет, и я не хочу, ну, хочется. И вот этот вот постоянный диалог о мысли, который включает части вашего мозга, говорящие о том, что одна говорит, вот этот путь выбрать, другая говорит, вот этот. Третья часть вступает в диалог и говорит, посмотри, у тебя какой потенциал, да, ты много чего умеешь, ты много чего знаешь. Но выбрать, определиться и что-то сделать очень сложно, потому что хочется как-то проявить, здесь конечная точка, хочется вот, знаете, вот картинка такая идеала, вот я выберу это, и я стану тем-то, да, и вот эта вот звезда моя яркая загорит, и тогда у меня жизнь сложится. И вот вы прокручиваете, и когда рассматриваете путь к этому, тогда всплывают ваши страхи. Не получится, а вдруг это не моё, а вдруг я ошибусь. И вот это, вы знаете, ощущение того, что сидите где-то на перекрёстке, и как маленький ребёнок выбираетесь путь, и очень долго думаете, продумываете, просчитываете, а жизнь идёт, и периодически вы оглядываетесь назад, ой, много времени прошло, осталось так мало. Вот хочу не ошибиться, да, и как, и что? Двойки у нас находятся по древу свирот, в сфере хокма, которая называется мудрость. Мудрость – это корень всех мыслей, это корень всех импульсов, которые сама по себе, сам по себе этот импульс, он ещё не действует, но он уже на что-то направлен, знаете, вот как некий луч, то есть я уже, у меня есть направление, но я пока ещё не двигаюсь, пока мои мысли, они ещё не приобрели какую-то форму, да, то есть они просто есть, не то чтобы желание, но это желание уже направленное на что-то. И вот здесь вот по двойке жезлов историю, которую вы себе рассказываете о том, что я могу всё, у меня очень много способностей, но я не могу определиться. И вот здесь вот мне хочется вытащить из колоды Чака Спитсана, да, или я уже глючу, да, так называется. Здесь есть две части, да, то есть это тёмные истории и светлые. И вот чтобы быть откровенной, ну и не опытано, я вытащу несколько карт на светлые истории, которые вы прокручиваете в своей голове, и тёмные. Тёмные нам покажут вот эти вот наши уроки. Но здесь вот связано, хочу просто уточнить вот эту вот вашу двойственность, да, незнание, куда двигаться, но при этом мудрость есть, понимание, да, то есть есть этот свет, есть этот импульс, но он ещё пока не приобрёл какую-то форму. Вот о чём это? Тёмная история нам говорит как раз-таки о фиксации, да, когда, и здесь вот перекликается с девяткой мечей, когда вот эта вот тревожность в вашей голове, да, вот вы об этом думаете постоянно, вот эта вот жувачка, которая у вас прокручивается в голове, она проецирует ваше будущее в контексте того, что сегодня я думаю об этом, а поскольку это уже привычка, и завтра я тоже буду думать об этом. И значит моё завтра, оно формируется моим сегодня, а если я сегодня об этом думаю, и завтра я об этом думаю, то в принципе ничего не меняется. И моя жизнь, она кажется статичной. Вот я всё могу, я ничего не делаю. И так ничего не меняется. Вот эту вот историю вы постоянно себе рассказываете в контексте фиксации. Вы находите себе ситуации людей, да, за которых вы, может быть, осознанно, может быть, неосознанно держитесь. Когда эти люди, они важнее для вас. Здесь я могу, вы знаете, вот идёт как-то вот, может быть, профессиональная ваша сфера, когда вы помогаете другим людям просто потому, что вам ваша жизнь не столь интересна. То есть о чём я? О том, что когда вы видите, что другие люди, они способны сделать этот первый шаг, они способны ошибиться, то есть они к этому более легче относятся, чем вы, они более подвижны, нежели вы к переменам, то вот помогая им через них, вы как будто бы реализовываете какую-то свою потребность, да, то есть вам сложно определиться, но вы помогаете другим определяться. Вы помогаете другим увидеть этот путь, куда им нужно пойти, что им нужно сделать. И когда вот эти люди появляются в вашей жизни, вы за них цепляетесь. Они становятся неким таким смыслом для вашей жизни, да, если это ваши клиенты, то у вас появляется связь. Вы не просто мастер, который дал какую-то свою услугу и забыли. Нет, вы можете поддерживать связи, вы можете поддерживать коммуникации, потому что для вас перемены в жизни вашего клиента, они очень важны. Если это личные взаимоотношения, то вы полностью вкладываетесь, да, в человека, вы держитесь за него. Почему? Потому что некая стабильность вам важна, а вы, знаете, вот находитесь вот в этом балансе, да, постоянно между двойственностью сделать, не сделать, двигаться, не двигаться. И вы не чувствуете некую такую стабильность, опору под своими ногами. Поэтому вы держитесь за другого человека, да, то есть через него вы реализовываете себя. И эта история, она здесь и дип, да, история как раз-таки говорящая о нашем детстве, да, когда вы, ну, опять-таки, влюблены, в кавычках, да, в противоположный пол. Если вы мужчина, то это ваша мама, если вы девушка, женщина, то это ваш отец, да, когда вот не было прожито вот это, да, вот эта вот ревность, да, опять-таки, я говорю, теневой аспект, ревность, зависть, да, к успеху других людей. И это связано с тем, что вы не можете определиться. Почему вы не умеете определяться? Почему вам сложно сделать? А вот как раз-таки карта выпала, которая называется «Мыльная опера». Вы находите смысл, какую-то, как-то ценность, важность для вас, вот прикручивать в голове вот эту вот драму, да, вот эту вот придуманную историю в голове. Вы проживаете, и она вам дает какой-то смысл. То есть, понимаете, у вас в голове происходит какая-то очень мощная активность, да, я сделал вот это. Либо если мы возвращаемся в прошлое, вы вспоминаете, а если бы я сделал так, а вот если бы я поговорил с этим человеком, и было так. И вы очень много времени и энергии тратите на то, чтобы прокручивать. Причем это обязательно должно завершаться какими-то драматическими ситуациями, когда в голове, значит, вы, может быть, кого-то, кто-то вас наказывает, бросает, и вот это становится импульсом для вас, чтобы вы двигались, да, вот я докажу тебе, что это не так, вот. И это, вот эту вот историю постоянно вы себе рассказываете. Почему? Потому что я хороший. А что хорошего вы говорите? Вот это, значит, негативная сторона у нас была. А что хорошего вы о себе рассказываете, да, какую историю постоянно прокручиваете? История о том, что вы пробужденный человек, да, пробуждение. История о том, что вот эта вот мыльная опера очень хорошо пересекается здесь, о том, что я вот все это переживаю, я вкладываюсь в кого-то, в человека, в ситуацию, неважно, для того, чтобы преодолеть эти трудности, которые сам же я создаю. Но в конечном итоге я становлюсь более мудрее, я, у меня появляется прозрение, инсайты, откровения, я понимаю жизнь больше. То есть вот эта вот вся мыльная опера создается в голове для того, чтобы ощутить себя лучше, да. Вот историю о том, что я герой, я молодец, я не зря страдаю, я не зря отдаю всего себя на пожертвования. Я сейчас утрирую, да, и специально вот глобализирую ситуацию, чтобы вы ощутили, если вас действительно цепляет, и у вас появляются эмоции злости на мои слова, это то, чтобы вы увидели, да, как зеркало, себя в зеркале. Это те истории, которые вы прокручиваете в голове, это те ваши убеждения, это те ваши сценарии. Я не говорю, это хорошо или плохо, я говорю, что они есть в вашей жизни, и вам душа это показывает. Вы это делаете для того, чтобы быть счастливым. То есть все вот эти сценарии вы прокручиваете для светлой истории того, чтобы быть счастливым. То есть я буду счастливым, когда я преодолею трудности, ко мне придет просветление, и я смогу делиться с людьми своими знаниями, я буду полезным, и меня будут принимать. Тогда это будет смысл для меня в моей жизни. Только тогда я буду радоваться. То есть вот представляете, вот эти вот два сценария, две истории вы себе рассказываете, причем во всех ситуациях. Проверьте. Не доверяйте мне, моим словам. Это не нужно абсолютно. Проверьте на себе. Вспоминайте истории, когда что-то у вас было негативное, неприятное. Было ли в голове желание прокрутить эту историю, ситуацию как-то на свой лад, чтобы в конечном итоге вы почувствовали, что вы... Хочется сказать, что вы не то, что вы нищеброд и никчемность, а то, что вы делаете, вы хороший человек, понимаете? Это же ведь ваш ум, это же ваша история. Мы все хотим быть хорошими. Нам не нравится быть плохими, негативными героями. Мы все хотим быть суперменами. И вот вы себе рассказываете вот эту свою историю о супермене, о том, что вы это делаете, да, тогда вам становится... Вы чувствуете вот это вот счастье, когда у меня есть прозрение, когда у меня есть инсайт, а он приходит от преодоления сложностей. Особенно если мы говорим про Эдип, здесь отношения проигрываются в отношениях, они меня научают. Вот такая история. Это значит, чтобы вы понимали. Но я вытащу еще по одной карте из прекрасных ассоциативных карт про тебя, и это все о нем, то есть женский и мужской, да, то есть мужские энергии в нас и женские. Вот мы посмотрим, что говорят. Вот женские истории как раз-таки вот подтверждают. Смотрите, здесь карта, да, чтобы вы не понимали, чтобы я не говорю голословно, насколько это видно, да, здесь значит девушка, которая сидит и нашла этот клад. Вот, она раскопала этот клад и оглядывается назад, где-то этот клад в лесу, и лопата, это вот показатель того, насколько ваш внутренний мир, он богатый, да, вот этими вот всеми знаниями, то, что я говорила по двойке жезлов, есть мудрость, есть очень много идей, вдохновения, да, но вот это и есть в образе этого клада. Я открываю, но оглядываюсь, да, а вдруг меня кто-то поймает. А вдруг что-то случится, то есть, знаете, с некой такой оглядкой назад, не чтобы взять этот клад и уйти, вот, и получить свои проценты у государства за свою находку. А здесь нет, я сейчас все как-то вот с оглядкой. А вдруг, а надо, не надо? Вот это вот как раз-таки карта показывает нам об этом, о том, что вот женская ваша часть, она показывает о том мире богатства, но вы его не используете, по крайней мере сейчас. Я не знаю, что будет дальше. Мы всегда смотрим в разрезе сейчас. Если вы будете менять свои осознания, создавать новые нейронные связи, да, ансамбли, то у вас будет и новая модель. Так, мужская ваша часть. И вот, ну что сказать. А вы теперь посмотрите на мужскую свою часть, да, дедушка, который сидит, рассказывает какие-то сказки, и детки вокруг него окружают. Вот, и у него, значит, на жилетке ключи нарисованы вот здесь, если видно, кому видно. Эта карта ассоциируется у меня, по крайней мере, да, я как интерпретатор данных метафорических карт, ассоциируется с Ерофантом, да, человеком, который имеет все ключи. И вот здесь вот более зрелый человек, более зрелая личность рассказывает младшему поколению в своих сказках, в книге, которая читает, да, в знаниях, передает какие-то знания и дает решение каких-то задач. Опять-таки, женская энергия – это клад, это богатство, это ассоциация с чем-то в нашем внутреннем. Есть другая карта мужская, она показывает краски, опять-таки, о книге, о каких-то знаниях. И ключ как решение, да. То есть здесь, по сути, сценарий, который вы прокручиваете в своей голове, опять-таки, в унисон тому, что сказала ранее, говорят о том, как найти решение. То есть это ваш основной сценарий помощи либо себе самому, либо другому человеку, да. Вы рассказываете историю о том, как решить сложные задачи, да. Когда вы передаете какие-то знания, вы передаете свой опыт по двойке жезлов, мудрость, вы этой мудростью делитесь. Она направлена на что-то, но форму она как таковую не имеет. То есть это информация, которую вы передаете, да. То, о чем вы рассказываете. Вот такой вот сценарий у нас был по первой позиции. Вот такие истории вы рассказываете. Напоминаю, что в принципе, да, не обязательно дословно. Это все образно, это все метафорично. Если вы действительно хотите поработать над собой, и если вы что-то вам, из-за того, что я сказала, как-то отозвалась, особенно если это негативно, вас зацепило. Это показатель того, что вот эти истории вы сами себе рассказываете, а дальше вы можете подумать и задуматься, а для чего. Ну, то есть порассуждать, пофилософствовать. Задача расклада всегда дать вам информацию на то, чтобы вы на нее посмотрели под другим ракурсом, под другим углом и подумали, а для чего. То есть какие потребности вообще здесь есть на данный момент. Почему я рассказываю эти истории себе, либо кому-то, и они постоянно крутятся в моей голове. Почему? Для чего? Что в конечном итоге я хочу получить? Вот такая вот у нас была первая позиция, а мы с вами переходим в позицию номер два и к красненькому камешку. Итак, двоечки, давайте теперь мы посмотрим, какие истории чаще всего вы рассказываете самому себе. Кто не смотрел подводку к этому раскладу, обязательно вначале посмотрите, послушайте, рекомендую, потому что есть там достаточно ценная информация, о которой я хотела бы, чтобы вы обратили на нее внимание. Итак, какую историю чаще всего вы рассказываете самому себе, самой себе в своей голове? История любви, история безусловной любви, история о том, как у вас работает интуиция, и вы либо находите эту любовь. Вот, в общем, здесь все, что что бы ни происходило, все проходит вокруг истории любви, истории гармонии, история о взаимодействии, знаете, с людьми, как-то вот не в контексте того, чтобы это было на равных, а в контексте, чтобы это было, приносило удовольствие, чтобы это было, ну вот, спокойно, комфортно, приятно, состояние, ощущение некой такой любви, сложности, возможно, выбрать, либо сложность найти эту любовь. Вы рассказываете историю, в которой вы выбираете всегда гармонию, да, вы выбираете всегда некий такой компромисс, вы выбираете историю того, что либо вы нашли любовь, либо вы находите, либо вы как-то вот взаимодействуете с людьми, но так, чтобы вот было не то, чтобы удовольствие, а чтобы как-то вот было все спокойно, чтобы все было приятно. Вы рассказываете себе историю, знаете, может быть, о каких-то разрушениях, конфликтов, да, о каких-то бандитах, ну, я говорю образно, метафорично, аллегорично, о каких-то плохих мальчиков и девочек, которые вмешиваются, да, в вашу жизнь, и вы рассказываете историю в своей голове о том, как вас оклеветали, либо о том, как происходит какое-то разрушение, ссора, и вот это, знаете, вот как в сказках, да, съела она, значит, этот, белоснежка и семь гномов и уснул, и придет кто-то ее и спасет, то есть, вот это вот сказка любви через какие-то разрушения, через какие-то вмешательства третьих лиц, через какие-то конфликты, ссоры, когда вы доказываете о своей любви своему партнеру, о том, что я верная, я преданная, выбери меня, что деньги, они не столь важны в этом мире, да, какая-то стабильность, а вот хочется вот этого полета души, этой песни, и вот вы рассказываете себе истории любые при взаимодействии с людьми, которые так или иначе будут говорить о эмоциях, да, вот все, что вы придумываете в своей голове, это все крутится вокруг эмоционального фона, вокруг того, как к вам люди относятся, какие вы эмоции и ощущения испытываете, о том, что вы ждете свою пару, о том, что вы уединяетесь и выбираете только то, что заставит ваше сердце петь, о том, что вы ждете и очень верите, что именно такой человек в вашей жизни появится, что не будет уже каких-то кризисных моментов, да, некой такой бездуховности, легких, поверхностных взаимоотношений, когда не будет уже третьих лиц, а вы придете в конечном итоге вот именно к наполненным десяти кубкам, да, вы придете к той истории любви, когда, либо к своей семье, создании своей семьи, когда все будут счастливы, да, дети будут сыты и кубки будут наполнены, вот все, все то, что вы придумываете в своей голове, вы рассказываете о том, сами себе, о том, как вам для вас важна вот эта вот эмоциональная наполненность, да, все, что вам будет давать эмоции яркие, такие, знаете, достаточно, возможно, позитивные, но с окрасом даже негатива, я не говорю о качелях, я говорю о важности вот этих, вы знаете, новых переживаний, новых чувств, новых влечений, это может быть изучение какое-то, когда вы прогружаетесь на сто процентов, да, это может быть ситуация, где вы, я не знаю, вам как-то поблагодарили, что-то неожиданное произошло, новые впечатления, вот вам важны, да, вот впечатления для вас, это полные кубки, и вы вот все, что в своей голове прокручиваете, да, это будет все вокруг не логики, вам не нужны объяснения, вам нужна наполненность, да, вам нужны, причем, знаете, наполненность в последовательности того, что сначала плохо, а потом обязательно должно закончиться хорошо, вы достаточно, возможно, и позитивный человек, но, как и первой позиции, давайте я вам все-таки расскажу ваши негативные истории, да, которые вы придумываете себе, вот на основе того, что мы сказали, и какие позитивные, ну, чтобы не было такого, что вот только говорим негатив, негатив, вы же как супер гурой что-то хорошее о себе говорите, даже всегда говорите, так, что негативного вы себе рассказываете, ну, поларкан смерти, о том, что жизнь, жизнь, она, она трудная, она трудная вещь, почему, потому что люди приходят, уходят, здесь есть любовь, здесь есть некая такая цикличность, но боль, вот это вот эмоциональное от утраты, да, что все, что когда-то хорошо начиналось, оно всегда, вот какая-то, знаете, такая некая скорбь эмоциональная, оно всегда придет к какому-то завершению, что не будет всегда только хорошо, да, что все должно отмирать, поэтому смысл жить, позитивно все равно, и это тоже пройдет, да, вот в таком контексте, негативные также состояния жадности, отсюда у вас, кстати, могут быть и трудности с финансами, потому что эмоциональная жадность равно жадность материальная, в контексте того, что вот именно ваше желание новых впечатлений, новых эмоций, вы как вот этот вот маленький жадина держите в своей памяти, цепляете за эмоции, не за людей, не за людей, за эмоции, за то, что вы с ними ощущали, как вы себя чувствуете, то есть в прошлых отношениях вы можете даже не помнить в деталях, как выглядит образ вашего человека, даже если вы с ним прожили там несколько лет, либо встречались, но вы очень ярко будете помнить те эмоции, те состояния, которые вы ощущали, и если у вас есть привязанность к прошлому, то она связана именно с эмоциями, что я больше никогда ни с кем не смогу прожить вот эти вот эмоции, я больше никогда ни с кем не смогу ощутить, то есть вот это вот прошло, ощутить то, что я ощущала в тех эмоциях, либо когда ездили куда-то на отпуск, на море, но там было хорошо, там была вот эта вот душа пела, рай, и это все так прекрасно, и мне там было приятно, и тепло, И вот эти вот все ощущения, они важны, да, это ваша самая большая ценность, я бы так сказала, и вам с трудом, с трудом удается выразить это. Вот здесь вот проблема, наверное, заключается в том, что эмоции-то у вас они есть, и они вам важны, но вам сложно, здесь проблема, возможно, будет в коммуникации, вам сложно либо их выразить, либо это сказать другому человеку, да, что даже когда вы любите, вы какое-то вот косноязычие нападает, я не могу рассказать то, что я действительно чувствую, либо я считаю, что это ненужным, либо я там боюсь, что меня высмеют, либо это обернется как-то мне минусом, и вот мне сложно это высказать, а хочется, да, а хочется это сказать. Да, и вот здесь вот этот сценарий, знаете, некого страдания, жизнь это страдания, да, первый закон буддизма, да, жизнь это боль, жизнь это страдания, все наши страдания, все наши, вся наша боль, она от желания и привязанности. А поэтому гласит первый закон, да, буддизма, да, и вот вы его очень хорошо проживаете, то есть вы страдаете из-за каких-то своих собственных желаний, привязок, да, а ваши желания это эмоции, и вот даже негативные вот эти вот эмоции, да, страдания, это тоже все-таки эмоции, они тоже, то есть если я не могу иметь какие-то позитивные, то хоть негативные какие-то будут. И поэтому вот вы смотрите на жизнь, да, причем это ваше внутреннее, подвойки мечей, это ваше внутреннее ощущение, да, себя, когда вы сфокусируетесь, и вы видите много боли, много страдания, и вот в этом вы находите какой-то смысл для себя, да, что я это преодолею. Помните, я вам сказала, да, что сначала плохо, а потом это должно завершиться обязательно чем-то хорошим, то есть это ваша модель истории, которую вы сами себе рассказываете, то есть сначала было плохо, то есть не надо пострадать в отношениях, надо, чтобы была притирка, а потом все будет хорошо, потом я заживу. Либо сейчас я вот надо как-то вот помучаться, да, пожадничать, где-то сэкономить в чем-то, да, но потом это раскрутится, и у меня будет все хорошо. Вот такую вот историю вы себе рассказываете. Это темная история, а светлую историю, какую вы себе рассказываете, ну, мир же дуален, вот, светлую историю, какую вы себе рассказываете, что вот вы Божий учитель, да, то есть вот у вас есть знания, да, то есть вот через эти страдания, боль вы вы учитесь, вы как-то это вот, ну, то есть здесь, знаете, такое ощущение, как будто бы вы сами себе, объясняете вот эту вот утопию страдания то есть зачем я страдаю если не говорите себе потому что мне нужны эмоции а мне легче получить негативные эмоции потому что мир то несправедливый то на самом деле все везде вокруг она несправедливости жесткость и мне неприятно жить в этом мире нежели получить какую-то улыбку какой-то позитив свой адрес на комплимент приятное слово поддержку нет и вот у вас вот этот вот вы объясняете себе вот это вот свой вот это вот страдачески до формат эмоциональный что меня ведут высшие силы чтобы я это все прошел да то есть это вот как а план чего-то такого высшего да и причем вы себе еще объясняете то что кроме того что вас ведут высшие силы вы это себе еще объясняете тем что это вас вдохновляет то есть вот часто говорим о короле кубков что он водный да ну то есть мастер управлять эмоциями на некое такое вдохновение на когда а творец вдыхай прям дыхание до дыхание а дыхание у нас ассоциируется с воздухом и вот здесь вот как раз таки двойка мечей на это мудрость мудрость воздушная мудрость дыхание на когда вдыхаешь какие-то идеи приходит и они очень мудрые здесь вот вдохновение да вы себе объясняете что через эти страдания возможно точно здесь сто процентов кто-то из вас пишет стихи я вот прям уверена кто-то вот мы сейчас каждая ли не я вот-вот на эти истории вот пострадала я в этой любви но я научилась писать стихи да то есть мне сложно словесно может быть высказать но я в письме я могу через письменность я пишу стихи и прекрасные я пишу какие-то вот рассказы то есть я воодушевилась вот этого душевые лени если себе объясняется вот через эти страдания вот прям как этот александр сергеевич пушкина то меня почему-то может быть кто-то из вас любит пушкина либо есенина почему-то у меня идут такая такие эти а еще может быть да знаете вот этот вот какая-то здесь отшельник лермонтова да такая вот такой некое отстранение до когда он смотрит вот тут вот кавказ горы и все такое и меня это прямо воодушевляет либо прям напоминает вот здесь такое ощущение что вы какая-то героиня я не знаю может быть 18 века когда за меня сражаются вот прям у вас может быть есть и ценности такие да что за меня должны сражаться вот это вот прям я улыбаюсь почему потому что я вот это узнать вот это чувство со стороны в наше время это может казаться как-то знаете вот апофеоз пафосность какая-то а вот в то время то вот это было не наиграно это же вот было все-таки естественным образом жизни да вот это вот манера поведения очень манерность такая вот некая аристократичность вот это вот лебедушка плывет вот у вас здесь такой вот все такое театральное а все такое прям ну вот то что вас воодушевляет да если рисуете то акварелью я не вижу чтобы здесь люди рисовали маслом именно акварелью потому что вот такие вы знаете вот эти вот линии они такие расплывчатые вроде бы контур конкретного никакого нет да но при этом это очень красиво да это вот как некий такой туман который из чего можно это все лепить ну прям вот я не знаю двоечки здесь прямо вот такие аристократичные и это все приводит вас к счастью понимаете вот это вот позитивный ваш сценарий да что страдание она обязательно сменится неким таким счастьем что смерть она это как вы знаете вот как цикличность некая это вот божественный учитель и вот это вот ваша ну эмоциональная жадность до либо материальная вот через жадность вы ее можете выражать как а некое вдохновение то есть вот здесь вот негативные сценарии темные истории и исцеляющие истории тут вы себе в голове вот прокручиваете однозначно вы любите читать исторические фильмы книги фильмы может быть уже любите смотреть исторически то есть я вот я сейчас привожу примеры как это может подтверждаться да вот эта вот история которую вы себе прокручиваете возможно вы любители каких-то таких знаете любовных романов детективных когда надо что-то распутать и ну вот как сказки конечном итоге вот это вот fairy tale она должна закончиться чем-то вот и жили они хорошо и это и пускай жизни такого нету на ну либо не всегда но вот в вашей жизни это есть то есть это то во что вы верите мы говорим о второй позиции да какую историю чаще всего вы рассказываете сами себе это вот наши убеждения и сценарий это что у нас это мужская так это колода чего нет это женской да это женская это против а значит женские энергии да какие у нас здесь какие истории вы можете рассказывать ну вот смотрите чтобы я не было голосовывать видите пара вот здесь вот тоже пары до парень с девушкой на крыше и вниз идет спускается как чулан вот то есть там то в душе маленький девочка маленькая девочка маленький мальчик которые нуждаются в каком-то вот спасение да это глубоко в нашем нашей душе вот но в конечном итоге они выходят из этого вот что там ну чулан ничего но в общем погреб что-то глубоко да глубоко в нашими сознательными они выходят на крышу то есть на свет божий как говорится и вот они наслаждаются этим светом и они вместе он ей рассказывает историю о любви прекрасная она свернулась возле него калачиком до в полном доверии в полном принятии своего партнера вот это вот ваша женская потребность до быть любимой быть защищенной быть в некой безопасности быть в паре это ваша потребность поэтому все истории куда ни гляди все что крутится в вашей голове она будет так или иначе говорить о партнер она будет говорить о взаимоотношения между людьми но в паре всегда как пара то есть если это партнеры да допустим профессиональный сверху только партнер да вы не будете рассматривать истории коллег если это например какие-то отношения дату может быть семейные пары к вам приходит в голову то есть здесь вот либо ваши отношения как парность вот здесь вот речь идет о парности это женские наши проигрываются истории а ваш внутренний мужчина да если мы говорим вот про активность он рассказывает свою историю здесь у него история перевернутые мне карты а здесь вот ваш мужчина он как раз таки вот смотрите мальчик на мальчик здесь мне будет нет мальчик который находится на коленках мамочки да то есть вы проигрываете вот этот вот сценарий знаете вот заботливого человека то есть с одной стороны вам хочется ваш сценарий и вы видите себя что кто-то придет и возьмет за вас ответственность а с другой стороны в отношениях возможно при взаимодействии с другими людьми вы проигрываете то есть вот эту вот активную позицию заботливого человека обращаю ваше внимание вам хочется да мы говорили про жадность эмоциональную вам хочется эмоции вы хотите чтобы за вас взяли ответственность вы почувствуя себя в безопасности но так никто не делает и поэтому вы это делаете для других людей вы о них заботитесь вам не беспокоитесь а в любых отношениях парных особенно если это допустим профессиональный какой-то коллектив ваше отношение к вашим подопечным да либо к вашему партнеру она будет через заботу вы будете заботиться вы будете проигрывать роль мамочки то есть вы либо под либо над то есть вы хотите быть под до условно говоря мужчины потому что есть неравенство вот посмотрите что на этой картинке что на другой картинке на одной картинке девочка маленькая она меньше чем мужчина а вот на этой картинке мамочка больше чем парень на чем мальчик поэтому у нас получается что нету а а вы хотите вы хотите вот этого равенства посмотрите здесь они в принципе почти равны до мужчины чуть выше и вот двойка вы хотите все-таки этого равенства но вы его в при эмоционального да то есть в той степени в которой вы получаете в той степени вы хотите и я давать но у вас не получается у всегда получается перекос вы хотите больше получать а по факту вам этого никто не дает вы это отдаете вот такие вот сценарии прокручиваете его такие вот убеждения вас мои дорогие двоечки есть вашей голове вы можете вспомнить любую абсолютную историю не обязательно чтобы она касалась какой-то но только отношении чтобы вы не вспомнили вы это проигрываете всегда вы будете видеть как я уже говорила ранее да что с вами несправедливо поступают что обязательно кто-то вмешивается до что это может быть какая-то ну у себя где-то вмешивается может быть люди где-то вмешивается очень много сплетья на вас очень много каких-то конфликтных ситуаций очень много желаний и вы становитесь зависимыми от этих желаний одержимость и все это привязано к эмоции да вот такую историю вы себе сами рассказываете своей истории фэнтези я люблю фэнтези книжки читать вот это вот такое про вас хорошо третья позиция зелененький камешек давайте посмотрим что вы здесь рассказывать мои дорогие троечки какую историю чаще всего вы рассказываете самому себе ваше уведение и ваше сценарии если вы не слушали подводку на самом начале я вам очень рекомендую остановиться перемотать послушать самого начала и вы поймете что я подразумеваю когда говорю какую историю чаще всего вы рассказываете сами себе своей голове кто ваш главное главный герой ну то есть вы как героиня до либо к герой что вы себе в голове там на придумывали постоянно рассказываете как позитивное так и негативное и так какой истории чаще всего рассказывают троечки а справедливости а справедливости о защите детей животных о неких таких переменах о том что вы человек проживший очень много болезненных уроков до сделали какие-то определенные выводы вы готовы к переменам вы идете дальше но при этом вы достаточно строгие вы достаточно холодные хотя в душе вы маленький ребенок поэтому сценарий вы прокручиваете и гиги я с мечом сейчас всех порублю да сейчас я наведу порядок по справедливости отрежу всем голову кому не нужно накажу всех неправильных людей товарищей а внутри хочется чтобы кто-то пришел и защитил вас да то есть внешне я сильный я волевая я очень умная я очень разумная я благородная я вот все вот эти вот качества прекрасные королевишны которые могут быть а внутри ее маленький недоверчивый ребенок внутри я маленькая девочка которая хочется просто чтобы ее оставили в покое либо с ней обращались очень аккуратно потому что очень она изранена очень очень много боли и вот вы прокручиваете вот эти все сценарии на основе того как вы взаимодействуете во внешнем мире то есть если это какой-то сценарий взаимоотношений с каким-то человеком да либо любовные либо межличностные но профессиональные неважно то всегда вы будете проигрывать некую такую двойственность я ему скажу так 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 поступлю вот так вот так вот а внутри я бы хотела иначе то есть по уму по логике допустим вы расстались с кем-то вы будете говорить вот если это человек придет на жизнь я ему все выскажу я ему скажу вот так вот так вот так что я не обдумаю потому что это справедливо а по факту внутри вы просто хотите чтоб он вас обнял не сказать моя девочка моя прелесть все будет хорошо я тебе позаботюсь и вот это вот будет вот то что вам нужно но внешне вы будете транслирует другое здесь вот такая знаете вы это проигрывается своей главе абсолютно во всех сценариях вашей жизни чего бы она не касалась то есть допустим был какой-то какая-то несправедливость обман вас обсчитали в супермаркете в каком-то магазине вот вы прокручиваете эту ситуацию своей голове и говорите сейчас я пойду сейчас расскажу это кассирше позову там менеджера вот это вот это вот это сделаю на самом деле вы что хотите чтобы просто человек пришел и сказал ну извиняюсь я я ошибся вот вот на основе этого у вас все и крутится но все же я уточню королеву мечей да вы сами себя загоняете вы сами себе загоняете для чего для того чтобы найти как-то углубиться найти какие-то ответы своей жизни погрузиться в себя устали знаете вот такая вот усталость от всех этих умственных процессов но ощущение того что вот как-то по-другому вы не можете поэтому постоянно прокручиваете в голове какие-то для себя страшилки в конечном итоге для того чтобы знаете здесь такое ощущение как будто бы но для того чтобы вы пришли как к никому такому исцелению то есть вы как будто бы разные варианты прокручиваете болезненных ситуаций для того чтобы это вас исцелилось здесь ощущение того что вот я буду про это думать ну то есть не специально но вы по это думаете например о каком-то расставании до либо какой-то несправедливости вот вы ее прокручиваете в разных вариантах разных ситуаций в конечном итоге вы это делается столько много раз до тех пор пока как говорится ну самому быть не противно и скажете все я устала я уже это больше не буду детства с происходит исцеление да то есть вы как будто бы делаете это все для того чтобы излечиться для того чтобы найти какой-то знаете вот внутреннее такое успокоение да вы очень очень много знаете не то чтобы духовности до такой вот выдуманный а вот знаете вот очень глубоко погружаетесь вот именно в себя анализируйте очень глубоко эту историю с какими-то нотками я не говорю что есть но нотки проскальзывают такой некой жалости к себе что некому как я говорила некому прийти и защитить меня некому прийти и спасти меня и только я могу о себе позаботиться только я одна то есть вот это вот жертвенность по повешенному она не идет по отношению кому-то она идет по отношению к самому себя но почему я себя так загнала ну неужели нет другого варианта и вы как-то себя убеждаете в том что нету другого варианта да только ты и люди вот так будут с тобой относиться к тебе и только ты должна себе позаботиться и больше никто то есть исходя из того опыта который у вас есть а опыт он основывался вот краски на этих сценариях которые вы проигрываете в своей голове некая такая знаете еще вот медлительность повешенность подвешенная ситуация ничего не происходит и вот вы вот эту жвачку все жуете и все медленно и разбираете и зависаете и одно и то же и по кругу вот у меня голос такой знаете монатонный стану это то что вот мысли у вас проходит в голове это касается на королевы королева мечей а вот касательно как раз таки то что я сказала пажа кубков да вот это вот маленького ребенка который нуждается в любви который нуждается в заботе который уже никому не доверяет который достаточно такой травмированный но при этом и может еще знаете где-то вот теплится вот эта вот надежда искорка чего-то такого светлого и когда вы не подпускаете к себе никого не вот вам как-то это достаточно спокойно но он говорит нам здесь о королеве пендакли да он дает нам пояснение а о некой такой знаете вот материнской любви понимаете не просто забота да когда кто-то надел на тебя шапку либо накормил нет а это вот знаете какая-то некая такая вот материнская безусловная забота не за что-то а просто потому что вы есть потому что вот кто-то должен взять за вас вот эту вот ответственность да ну вот как мама да чтобы все продумывали чтобы не надо было быть вот этой королевой мечей который думает за все чтобы как-то знаете вот здесь не хватает этого тепла о том что вот вы видите эти сценарии своей голове и можете себе даже представлять что кто-то пришел и поддержал вас так что вот прям крутится сценарий что вот кто-то придет и скажет все у тебя получится либо вот какая-то вы знаете вот фатум фортуна придет и и скажет что вот это вот волшебная фея да для золушки которая придет и скажет ну вот себе туфельки вот тебе карета вот себе платье езжай и все у тебя будет хорошо да потому что ты очень много работала и ты этого заслужила и вот она идет вот это вот воодушевленная золушка на бал чтобы найти своего принца вот здесь вот вот такая вот сказка проскальзывает что что-то должно обязательно измениться вашей жизни и а кто-то проявит эту заботу о вас потому что вы устали и вот эти вот истории вы себе рассказываете то есть одной стороны вы супер вуманы либо супер мэн в зависимости от того кто смотрит а я я все могу да и и сам и так далее но это ширма а внутри этот супер мэн он хочет быть там я не знаю золушкой либо волшебником который только учится таким вот очень мягким позитивным героем хорошо давайте я посмотрю а теперь негативную историю да опять-таки на основе того что я уже рассказала тех сценариев тех сказок что вы себе придумали на кто я вовне и кто я внутри себя и какие истории вы себе рассказываете да о том что мир опасен и надо держаться сама себе заботиться я все сама вот негативные истории ну вот негативная история чувствовать себя нелюбимым вот то что вот мы и сказали да здесь я говорила по пажу кубков которые маленький ребенок да маленький вот он краски по игры проигрывает чувствовать себя нелюбимым смотрите человек стоит до вокруг него то есть впереди две женщины по моему азати мужчина это да двое мужчин ну то есть партность да вроде бы им хорошо всем вместе а я как вот ни к сему ни городу да нету вот это любви то есть ощущение что чувствовать себя нелюбимым отсюда вот край королева мечей да то есть меня никто не любит и поэтому я все сама я все сама я все сам должен сделать я опираюсь только на себя у меня нет ниоткуда поддержки у меня нет ниоткуда заботы потребность такая есть еще какую историю вы себе здесь прокручиваете до темную то есть чувствовать себя нелюбимым вина ну конечно да то есть ты ты по справедливости вот вы в своей голове не говорю справедливость до всех накажу всем покажу где раки зимует не вот здесь вот чувство вины да то есть ты виновен по справедливости по заслугам вот ты же не справился ты ошибся ты не умный ты вот что-то совершил не так и поэтому по заслугам причем по сослугам с вашей точки зрения то есть никто что вам человек это что-то сказал нет вы сами себя наказываете мне почему потому что вы недостойны да кто-то вам что-то там посмеялся может быть над высшим изданием а вы сразу почувствовали вину почему почему я такой дурак почему я позволю чтобы на мной посмеясь неужели я не мог либо не могла прочитать об этом об этой информации до либо если это какая-то презентация не могла я узнать этого слова даму вы не могли вы не знали что кто-то вам задаст какой-то вопрос да уже не энциклопедия а вот здесь вот это вот ощущение что я все должна знать почему да просто потому что я опираюсь только на себя я опираюсь только на у меня нету опоры я сам я сам вот это вы знаете отстраненность от всех чувство вины на основе этой чувства вины да вывод проигрывайте свои клаве сценарий что со мной не очень хорошо поступили и вот я здесь виноват да правильно со мной так поступили правильно мне нахамили правильно мне отказали правильно меня бросил этот молодой человек либо эта девушка почему потому что я заслужила да потому что ну нельзя любить вот такого вот человека это вот ваши сценарии до в главе от убеждения которые прокручиваете желание быть особенным да то есть я буду выслуживаться да вот перед всеми чтобы мне признали чтобы меня оценили чтобы заслужить то есть частенько на свою голову подсаживаете других людей вот в кавычках дармоедов до вампиров не знаю называйте их как хотите для того чтобы причем интереснейшие сценарии выбираем себе людей тех которые изначально не могут оценить они ниже вас как энергетически так и по статусу и они не могут оценить вашу ценность но вы их выбираете для того чтобы проиграть вот этот вот сценарий желание быть особенным она она у вас есть но его никто не признает поэтому выбираете себе таких партнеров который не оценит вас на для чего чтобы они вас не оценивали и они вам дабы давать вот этого чувства вины ну то есть вот вы здесь а ваш партнер здесь и он не может дотянуться потому что ему надо меняться ему надо трансформироваться ему легче вас схватить за ноги и потащить вниз чтобы вы до его уровня спустились каким образом через чувство вины да это ты такая бросила ну конечно же ты же читаешь много книжек ты же такая умная а я типа дурак и у вас чувство вины да нет они дурак ты нормально просто не можешь устроиться на работу почему ну просто вот такая сейчас ситуация в мире на карантин или все такое все наладится да но у вас то чувство вины а то что вот вы выбрали такого человека который но не способен сам за себя как-то постоять и вот вам нужно позаботиться о нем почему потому что вы хотите чтобы ваш о вас заботился ваш партнер это один из примеров его можно отнести к чему угодно смотрите с проанализируйте свою жизнь это вот негативные сценарии но вы же себе еще рассказываете и сценарий о том что а вы хороший мальчик или девочка да то есть вы белый пушистый да с чувством вины на желание чтобы вам вашу корону не покорябали на что вам ее признали вот и и я такой ну чтобы не все любили еще вот но все же есть и позитивные сказки конечно позитивная сказка заключается в том что существует в мире настоящая любовь понимаете ну то есть допустим я с этим партнером да я живу выбрал он меня любит проигрывайте кучу вот этих вот негативных сценариев в конечном итоге сами себе объясняете что настоящая любовь она есть так я смогу все преодолеть если я люблю человека а он любит меня что люди между собой они все божественные они все настоящий настоящая любовь есть и она спасет мир и вот эта вот идея настоящей любви которая вас либо ожидает либо которая есть либо за маской которые вы скрываете и и даете объяснение хочется сказать подонкам но не то чтобы оскорбить человека вот показать разницу да контраст а то есть неправильного поведения по отношению к вам вы допускаете вот это вот обесценивание вас целью того что вы же притянули этого человека вы его выбрали а сложно признать самому себе что я его выбрал почему потому что у меня есть вот эти вот мои проблемы мои вот эти вот комплексы и на основе их я выбрала этого человека который постоянно меня обесценивает который создает вызывает во мне вот этого чувство вины до какое-то вот потребительское и я это объясняю настоящей любовью это любовь да это просто притирки все будет хорошо он меня любит это период а то есть вот вы начинаете сами себе рассказывать эту историю либо каких-то своих бывших либо нынешних партнерах либо это если даже не партнеры то в любом случае это может быть отношение между родителями да вами и родителями но они же меня любит это же настоящий мир изобилен мир изобилен до исцеляющая история о том что всем все хватает но у вас почему-то периодически бывает полная же и вы на самом дне финансовом блин и вот здесь вот идет несостыковку но как так мир то изобилен а у меня денег нет а у меня какая-то проблема что-то здесь не так но вы вот объясняете нет нет это вот себе в голове изобильности мира на то есть и и освобождение на придет от миг я как будто бы отрабатываю свою карму вот и в конечном итоге произойдет случится вот это вот освобождение я смогу высвободиться придет конец то есть да сейчас в этой жизни я отрабатываю то что я наработала по справедливости по карме прошло к своих воплощениях либо в этом воплощении но до этого периода но наступит период когда я все это отработаю это знаете как это я когда слушаю о том что чищу свой род и мне я вот увижу вот это вот в своей голове вот эту конструкцию рода то есть это вы это ваши родители потом линии вот эта ветка разветвляется там папа мама бабушка и у каждого куча тараканов и геморроев и вот вы как будто бы чистите до меня возникает ощущение а это вообще реально ну то есть вы в своей жизни не можете себя почистить от своих сценарий потому что вы ну являетесь заложником своего мозга насколько реально ну вот если логически просто размышлять я могу ошибаться ну вот я вот такую конструкцию вижу да я чищу в свой род но вот мне это вообще не складывается я не могу представить как ты можешь почистить свой род а не можешь почистить себя да то есть ты не можешь понять свои причины того что привели вот кто ситуация который ты сейчас находишься как насколько это возможно почистить рот во первых ты не знаешь кто в твоем роду да ты не знаешь своих предков и ну чистить то что ты не знаешь вот для меня это кажется нелогично то есть допустим если вы еще знаете до своих мам либо пап да ну предположим бабушек и дедушек да то уже про бабушек прадедушек ну там уже что было не знаете это вы не знаете себя вы не знаете как вы мыслите его не можете понять другого человека то что нам кажется я понимаю другого человека это лишь наши домыслы до исходя из того что нам транслирует другой человек мы не знаем что у него в голове происходит а мы делаем выводы на основе того что он транслирует на основе его поведения на основе его вербальных каких-то действий. И мы делаем какие-то определенные выводы, все остальное мы додумываем. И если мы не можем понять себя, устройство своего мозга, где мы врём, а где не врём, где иллюзия, где реальность, и мы можем ошибаться по отношению к другому человеку, то вот чисто с логической точки, я сейчас никого не аннулирую, я не говорю, что это правильно или неправильно, я высказываю свою точку зрения, вот эти свои доводы. И мне кажется, что для меня это как-то не совсем логично, как можно почистить рот, исходя из того, что ты не знаешь этого человека, что ты чистишь, если ты не знаешь, что грязь находится на стекле, как ты можешь почистить стекло, если ты не знаешь. То есть это вот как, я не говорю, что этого нету, но у меня в голове это не укладывается, может быть в вашей голове будет укладываться намного лучше. Поэтому вот это вот понимание освобождения, да, если мы говорим о себе, да, если мы говорим о наших родителях, там, матери, отца, которые еще живут, с которыми можно поговорить, с которыми можно узнать, действительно ли так. Потому что, поверьте, вот то, что я сейчас говорю, это не просто голословное, а это связано с тем, что я очень много разговаривала со своей мамой, и у меня было очень много доводов того, как она себя ведет, почему у меня есть вот это вот ощущение, что меня не любят. И когда я напрямую задавала вопросы, а так ли это, и приводила факты из своей памяти, что я помню, что вот так ты поступила, вот так поступила. И она мне объясняла свою позицию, когда я видела, что то, что видела я, и то, что воспринимала я, это абсолютно иллюзорно, что по факту там было что-то другое, да. То есть когда тебе человек говорит, что ты знаешь, а мне-то было всего лишь 23 года, когда ты там 26, когда ты родилась, и я воспитывалась без мамы, я ничего не знала, да. То есть 20 лет человек не мог сварить макароны, он их замачивал, потому что никто не учил. И меня никто не учил быть мамой, и я не знала, я делала так, что ну вот как поступала, как знала, так и поступала. То есть когда человек объясняет, что за этим не было какой-то вот сговора, да, какого-то, вот, а было просто некое такое невежество, незнание, непонимание, а ты это воспринимаешь по-своему, и вот это вот высвечивается, да, только при открытом диалоге с человеком, то как мы можем, вот еще раз, это вот для пояснения, да, предположить, как можно чистить рот. Ну вот у меня это не укладывается. Опять-таки я не исключаю, я ничего не исключаю в своей жизни, но я высказываю свой довод. Вот, это возможно кому-то будет и полезно. Я извиняюсь, что я отклонилась, да, возможно, вам интересно только послушать рассказ, но вот, видимо, кому-то это было полезно услышать, потому что здесь выпала как-то освобождение, то есть вот это вот, я настоящая любовь, изобилие и освобождение, да, то есть может прийти и освобождение, скорее всего, именно от ощущения, чувствования себя, что я нелюбимый, то есть в конечном итоге у вас есть желание прийти вот к этому состоянию, настоящей любви, что меня любят, я люблю и меня любят, да, и вот мое взаимодействие, оно и с другими людьми, оно идет из этого состояния любви, а не из состояния вины, да, когда за все нужно платить, либо желание быть особенным, особенным у нас возникает это желание, тогда, когда у нас в уме идет разделение, да, что я не такой, как все, я лучше, да, хуже нет, я лучше, и ко мне нужно особое отношение, вот это как раз-таки разделение в нашей голове, исключительно в нашей голове, и вот с одной стороны вы это понимаете, а с другой стороны вы понимаете как раз-таки позитивную историю, о том, что мир изобилен, да, только тогда, когда есть вот ощущение настоящей любви, единства, любви и единства. Хорошо, а ваше мужское, ну, условно говоря, мужские энергии, активные энергии, что они говорят, да, вот ваш мужчина внутри вас, какую историю рассказывает? Ваш мужчина внутри вас развратник, вот смотрите, вот, значит, мужчина, да, а вокруг него три женщины, прям, знаете, вот этот любовный, какой-то так четырёхугольник, то есть ваш мужчина как раз-таки говорит о неком таком удовольствии, причём, обещаю ваше внимание, тройка, да, казалось бы, три женщины, и это несправедливо, да, то есть должна быть пара, да, мужчина и женщина, а здесь много удовольствия, здесь ощущение того, что у вас есть такие, знаете, вот подавленные, подавленные желания, какие-то фантазии, не то чтобы вот сексуального какого-то аспекта, а здесь ощущение того, что вот у вас есть желание разрушить какие-то вот стереотипы, вот эти вот рамки, то есть мужчина, который не выбирает одну пару, а живёт как-то вот в удовольствии, да, в наслаждении, причём вот преувеличивая вот это, да, гиперболизируя вот эти вот ощущения удовольствия, да, и вот ваш мужчина хочет этого удовольствия, да, хочет вот этой как-то, знаете, вот развязанности, развратности, опять-таки не в контексте сексуальности, хотя такое тоже может быть, да, и это нормально, а вот здесь вот скорее всего в контексте того, что я хочу разрешить себе сделать то, что возможно не совсем морально, да, то, что не совсем вот прямо у меня по правилам, то есть мужчина хочет вот выйти из-за рамки вот этих вот шаблонов, я хочу наслаждаться, я хочу делать то, что возможно будет осуждаемо, да, то, что вне правил и законов. И здесь вот как раз-таки вот это вот пересекается с чувством себя нелюбимым, здесь тоже было вокруг, да, две пары женщин, две пары мужчин, здесь трое женщин, то есть окружать себя некой такой любовью, да, вот этот вот внутренний мужчина, когда много любви, не просто она есть, а ее много, да, чтобы вот прям наполниться, насыться, когда губка сухая, и под воду ее, говоришь, да, она вот прям впитывает и увеличивается в размерах, вот здесь вот что-то такое, ваша же женская энергия, вот она как раз-таки и говорит, вот смотрите, ваш королева мечей, да, мы всегда говорим, что это все-таки более мужской такой архетип королевы, да, мудрый, справедливый, да, желающих перемен, но при этом вот черная такая вдова, и вот здесь вот как раз-таки это мужские энергии, вот здесь вот выходит как раз-таки мужские у нас энергии, да, мужчина вокруг трех женщин, но это внешняя ширма, которую вы показываете, да, я сама, я мужчина, я сильный, я справлюсь, но внутри-то вы маленькая девочка, да, то, что я говорила, маленький ребенок, если вы мужчина, и вот здесь вот женская энергия, у нас как раз-таки показывает, вот смотрите, карточка, да, маленького ребенка, где девочка, может быть женщина, не скажу про возраст, голая, лежит в какой-то темнице, либо что это такое за поведение, в общем здесь решетки на окнах, причем абсолютно обнаженная, голая, незащищенная, вот здесь вот сценарий, вы проигрываете тогда, когда вы незащищен, то есть ваша женщина незащищенная, ваш внутренний ребенок незащищенный, его кто-то должен на нем позаботиться, и вот есть ваш внутренний взрослый, причем это взрослый не мама, не женская, а именно как отец, да, который хочет удовольствия и наслаждения, а ребенка-то кто защитит, да, а за ребенка-то кто присмотрит, и вот поэтому, пока ваш взрослый там отдыхает, наслаждается, да, ваш ребенок страдает, почему? Потому что вот есть здесь ощущение того, что вот это вот надо, как положено, а в душе-то этого не хочется, а в душе хочется, а еще раз скажу, разврата не с плохой точки зрения, а разврата, то есть пуститься во все тяжкие, разрешить себе, разрушить эти рамки, ограничения, да, то есть вырваться из этих оков, и, а как я могу защитить своего внутреннего ребенка сейчас? Никак, абсолютно, потому что самому не хватает вот этого наслаждения, для того, чтобы наполниться и вернуться, и напоить эту, эту женщину, это голова здесь ребенка, который там на кушетке, или на чем он там лежит, да, и вытащить из этой темницы, то есть здесь ребенок ваш страдает, поэтому сценарий, которые, и истории, которые вы рассказываете сами себе, в своей голове, троечки, они будут говорить о некой такой несправедливости, когда вас обижают, да, когда вас наказывают, когда здесь, знаете, вы находите какой-то вот безвыходные ситуации, и вам приходится решать за нее, то есть вы проявляете мужские активные такие энергии, потому что нету того человека в вашей жизни, который бы смог взять за вас ответственность, то есть здесь вот проскальзывает вот такая вот модель, и все только потому, что вот этот вот маленький, израненный ребенок, который не доверяет, вот с ним нужно что-то сделать, и вот вы придумаете вот в своей голове вот эти истории, мультиплицируете их, их становится много, и все, что в вашей жизни происходит вовне, это вот отражение вот этих вот сценарий, да, вы их можете наложить на что угодно, на профессиональную сферу, на здоровье, на личные взаимоотношения, на ваши желания, неважно, сценарий и модель, она такая, и она прокручивается, и на ее вот как каркас, на ее основе, вы притягиваете вот те истории, то есть для чего это я вам показала, чтобы вы увидели, в чем причина на самом деле того неудовлетворения во внешнем мире, которое с вами происходит, то есть где корень, где собака зарыта, в каких вот этих вот сценариях, да, в каких вот этих вот убеждениях, почему вы рисуете себе вот эти вот истории, и рассказываете, да, постоянно, и вот подтверждаете вовне через какие-то, каких-то реальных людей, да, то есть картинки, сценарии написали в своей голове, да, а потом театр абсурда вовне, он вам его сыграл на ура, вы получили подтверждение, и это вот вокруг, одно и то же, одно и то же, в разных абсолютно ролях, с разными актерами, с разными главными героями, вот такая вот у нас была троечка, если честно, мне очень понравился расклад, я получила удовлетворение от того, как вот раскрылись сценарии, не знаю, кому они созвучны, вы об этом сами напишите, да, это продолжение истории, какую историю чаще всего вы рассказываете самому себе, это продолжение расклада, который был в понедельник, да, о чем расскажет ваша душа сейчас, я напоминаю вам о том, что на этой неделе в пятницу будет пятничная акция, да, под этим видео, да, в контактах там написано, правила, условия, перейдите, посмотрите ролик, вот, можете присылать заявки мне позже на почту, до пятницы желательно, да, пятничная акция даст вам возможность ответить на один ваш вопрос, если вы сегодняшнего расклада, у вас остались какие-то вопросы непонятные, но желательно, чтобы они были емкие, конкретные, это был один вопрос, да, возможно, вот в течение 10 минут на акции, я вам и смогу ответить, к тем, кто уже участвовал хоть один раз, у вас есть возможность повторного участия, ну, то есть в акции можно участвовать дважды, а далее уже только в платной консультации, если вы уже два раза поучаствовали, добро пожаловать на индивидуальную консультацию, где мы разберем ту или иную ситуацию, которая для вас важна, вы также можете мне, если не знаете, допустим, ну, много вопросов, не знаете, с каким вопросом ко мне прийти на консультацию, да, вы можете зайти в плейлисты, выбрать любой из раскладов, который вам подошел, и сказать, что вот, Элене, я хочу такой вот расклад индивидуальный для себя, либо если они в плейлисты, в описании к любому моему видео есть ссылка на документ, который называется «Мои расклады», там, по-моему, уже 200, что ли, ну, я не считаю, но примерно так, раскладов, может, даже больше, можете посмотреть, какие есть, пересмотреть их в плейлистах, вот, и получить нужную вам информацию, ну, мне кажется, я все сказала, да, может быть, что-то упускаю, ну, вот, из, может быть, рано еще говорить как-то о своих планах, но вот, один из, одна из идей, да, вот, что я говорила в начале нашего расклада сегодня, это вот, действительно, создать серию неких таких лекций по каббалистическому, да, древу Сферот и древу Клипота, которые, ну, не многие говорят про Клипот, про Сферот, в принципе, рассказывают, а вот про Клипот нет, да, то есть в контексте не столько Таро, сколько вот именно создание мироздания и понимание о наших ценевых аспектах, вот, мне хочется больше ясности привнести, чтобы мы понимали, кто же такие демоны, кто такие тени, да, и как они проявляются, то есть, как говорится, слышен звон и непонятно, откуда он, то есть звон-то я слышу, вот, но я не знаю, и если вы дослушали расклад до конца, то напишите, пожалуйста, в комментариях, интересна ли вам эта тематика, конечно же, эти лекции, они будут платные, я сразу говорю, и я рада, что они будут платные, потому что показатель цены это все-таки фильтр для тех, кто, кому информация будет нужна, потому что если вам не нужна информация, вы всегда будете желать получить ее в дар, даром, вот, и очень интересненько ее слить, вот, но показатель финансов, он, вот этот вот финансовый фильтр, да, он говорит как раз-таки о наличии вашего желания получать информацию и использовать ее, вот, для меня очень важно даже не столько, сколько это будет стоить, я даже еще не придумала, а сколько вот именно, как дальше вы будете пользоваться информацией, вот, для меня это очень важно, вот, такой вот у нас был с вами сегодня расклад, большой, я очень рада, что он большой, потому что, вот, знаете, вот это вот ощущение, что я выложилась по полной, и я получила вот именно действительно удовольствие, кайф, это вот показатель того, что я на своем месте, потому что я радуюсь то, что я делаю, и здесь не стоит вопрос, вот прям, там, я не знаю, количество подписчиков, лайков, или там, я не знаю, что там еще нужно, вот, я это делаю, потому что мне это нравится, потому что я получаю от этого удовольствие, потому что я даю то, чем я наполнена, и мне это в кайф, вот, я с вами прощаюсь, мои дорогие, а жду вас на пятничной акции, кто придет, на личных консультациях, и до пятницы, всем пока-пока, пока-пока,